Открытый международный турнир по волейболу с участием железнодорожных команд из Беларуси, России и Словакии проходит на Брестской земле уже 18-й раз, как всегда, принимает соревнования спортивный зал стадиона «Локомотив» и зал «Олимп». Для организаторов и всех участников турнир – добрая спортивная традиция. Спортивная и не только. Турнир уже стал традиционным и он не только как спортивное мероприятие ценен, он ценен тем, что здесь люди в первую очередь могут пообщаться, познакомиться и это нам помимо спортивного праздника дает возможность потом и в производственной деятельности использовать эти дружеские отношения. Пожелаю участникам спортивного здорового азарта, интересной, острой игры и только самых хороших впечатлений от пребывания в городе Бресте на этом турнире. Мы уже ежегодно приезжаем и белорусская сторона к нам на такой турнир, который мы делаем по волейболу. Люди здесь, люди здесь, мы нашли здесь много друзей, не только на белорусской стороне и странах, но тоже из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга. А мы уже ежегодно все знаем, потому мы очень рады здесь приезжаем и радуемся, если можем здесь играть в волейбол. На церемонии открытия участников приветствовали первые организаторы этого турнира – ветераны железной дороги, ветераны спорта. Благодаря их усилиям в 2000 году состоялась первая встреча и благодаря им и их последователям турнир живет сегодня. Была сначала мужская команда наша, мужская команда их. Потом они захотели, чтобы мы привезли женскую команду. Ну и вот в течение этого времени, так сказать, уже получился вот такой турнир, который вот есть сегодня. Турнир набрал силу свою, оброс какими-то традициями? Ну, наверное, за 18 лет это действительно так получилось и так должно было быть. Да, действительно, набрал силу, видите, будем говорить, и открытия меняются, и участники меняются, и вы знаете, что на этот турнир уже трудно попасть. Через мою душу, сердце прошли вот эти все красивые люди, третье поколение, в трех поколениях. Поэтому я и говорил, что вот эти все поколения, вот этот круглый мяч, он так их объединил, что они приходят, вспоминают. Вот мы сегодня вспоминали это целое дело. Ни в коем случае не нельзя прекращать, чтобы этот турнир продолжался, чтобы еще четвертое поколение, пятое и так далее. И это тогда этот цветок, этот красивый волейбол в хорошем зале, на белорусской земле, в Бресте, на Брестском отделении, пусть живет. В течение двух дней в жарких спортивных баталиях участники восьми команд, четырех женских и четырех мужских, будут доказывать свое лидерство. Ведь собрались они не только помериться силами за призы, но и в очередной раз доказать, в первую очередь, себе, что они умеют и любят играть в волейбол. На площадке спортивного зала стадиона «Локомотив» в серьезную борьбу включились представительницы женских команд. Красивые взлеты, сильные диги и катшоты, захватывающие дриблинги. Глядя на эту игру, понимаешь, насколько сложна и красива она, и как важно победить. В душе, конечно, теплота, общение, дружба, которая на протяжении многих лет связывает нас, и любовь к тому виду спорта, которым мы занимаемся. Ну, наверное, желание победить тоже присутствует. А как же, конечно. Тем более, первые годы, когда мы приезжали, мы были бесспорными лидерами этого. Но, к сожалению, время берет свое. Молодежь белорусская подросла очень хорошая, и они, безусловно, лидеры этих соревнований. А шансы на победу в этом году как оцениваете? Ну, шансы на победу пускай останутся загадкой для всех. Хочется победить, конечно, каждому. Сильные мужчины показывали мужскую игру. По накалу страсти эта игра была не менее острая и напряженная. Зритель наблюдал и оценивал мощные удары по мячу в верхней точке его траектории. Интересен был и фейкин, когда игроки двигались в одном направлении для того, чтобы изменить движение, в последний момент желая перехитрить атакующего игрока другой команды. Такой азарт вкупе с профессионализмом не оценить просто невозможно. Я надеюсь, я надеюсь, что женская команда вообще без проблем должна быть. У нас очень сильные девочки. Они доказывают это на протяжении уже многих лет. И во многих международных турнирах и соревнованиях республиканского ранга они практически всегда побеждают. Чуть мужская команда немножечко, не скажу слабее, но бывает сопротивление оказывают ей солидное. Но я надеюсь, что дома, естественно, стены помогут. По итогам турнира победители будут отмечены дипломами и ценными подарками. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.